Подготовка к Олимпийским играм дала возможность Сочи решить застарелые проблемы во многих сферах, в том числе связанные с экологией. Сочи стал первым городом в России, где нет ни одного мусорного полигона. Реконструированы сети канализации и очистных сооружений. Многие программы, призванные улучшить экологическую ситуацию, реализуются и сегодня. Мы сегодня гордо говорим о том, что самое чистое море в Сочи. Мы можем считать наш город, большой Сочи, экологически чистым городом, вне всякого сомнения. Потому что, как мы сказали, принцип ноль отходов, он в полном объеме сейчас реализуется. Как бы то тяжело это не было бюджету города и бюджету края, но совместные действия администрации Краснодарского края и администрации города Сочи дают возможность нам сегодня заявить о том, что мы в полном объеме выполняем принцип ноль отходов. Но все же проблемы в Сочи остались, решить которые в одиночку город не в силах. Одна из волнующих городское руководство – проблема, возникшая на реке Кепша. И без вмешательства федеральных органов с ней не справиться. Там из-за строительства новых сооружений песчаногравийная смесь вместо того, чтобы перемещаться на городские пляжи, стала создавать искусственные плотины рядом с населенными пунктами. Это стало причиной подтопления, в том числе и жилых домов. При малейших осадках там объявляют чрезвычайную ситуацию. Уже не раз приходилось эвакуировать местных жителей. Но все это упирается в целый ряд несогласованностей между ведомствами, в том числе и федеральные ведомства. Недоработки в законодательстве. Есть какие-то очень двусмысленные чтения законов. И мы сегодня пригласили комитет по экологии Государственной Думы, который в довольно срочном порядке должен нести некоторые поправки в Водный кодекс, в законодательство природоохранное, которые помогут нам развязать эти сложные узлы. Как известно, федеральным законом запрещается любая выборка гальки из устья рек. Но в данном случае, отмечает глава Сочи, это жизненная необходимость. Во избежание критической ситуации Анатолий Пахомов обращается ко всем природоохранным ведомствам с просьбой решить вопрос о поправках в законодательстве. Да, контроль нужен. Нельзя, наверное, гальку... Ну, в том случае, когда галька становится опасной, когда она действительно опасна для жителей, надо принимать решение. И надо принимать решение, это оперативно. И должен делать это, конечно, собственник. И отвечать должен собственник. У нас пока отвечает за все мэр, а полномочий по рекам у него нет. И я, естественно, этот вопрос ставил и буду ставить. Еще одна проблема, которая озабочена руководством курорта, это городские пляжи, полосы которых с каждым сезоном сокращаются. Эти зоны необходимо наращивать. Сама природа не справляется. И сделать это возможно с помощью той же гальки с реки Кепша. Но опять-таки необходимо вмешательство федеральных властей. Заседание общественного совета по данным вопросам первое, но не последнее. Властями города будут предприняты все возможные меры для ликвидации данных вопросов экологической сферы. Первым шагом станет письмо на имя председателя правительства страны Дмитрия Медведева.